Внимание, яйца! Сейчас они появятся. Эти яйца знакомы, наверное, абсолютно каждому в мире яйца киндер-сюрприз. Но вот мало кто знает о них абсолютно всю правду, о тех ингредиентах, из которых сделан этот десерт, и мало кто может точно ответить на вопрос, так эти яйца, они все-таки вредные или они хоть чем-то полезны? Ну вот прямо сейчас в комментариях напишите, во сколько лет вы узнали, что цвет вот этой капсулы с игрушкой внутри яйца желтый не просто так, а потому что он имитирует цвет желтка настоящего куриного яйца. Вас только что лет. Да? Так и пишите. Вас только что лет. Итак, с чего нужно начать разбор состава киндер-сюрприза? С калорийности. Написано здесь, что калорийность 552 килокалории. Это очень много, но эта цифра указана на 100 грамм. А яйцо без игрушки весит 19 граммов. Соответственно, 552 делим на 5 и получается уже заметно меньше. Наверное, все равно немало, но и много таких яиц не съешь, потому что высокая цена отлично регулирует уровень сахара в крови. В общем-то, немного в этих яйцах и шоколада. Вот я посмотрел, что в магазине Озон одно 20-граммовое яйцо киндер-сюрприз стоит, я вот смотрю прямо сейчас, 85 рублей. И там же плитка молочного шоколада, например, Риттер Спорт, 100 граммов, между прочим, стоит 105 рублей. То есть, 1 грамм шоколада Риттер Спорт стоит рубль и 5 копеек. Если провести аналогию, то шоколадное яйцо весом 20 граммов должно стоить 20 рублей. Но оно стоит намного дороже. То есть, еще целых 65 рублей мы платим именно за вот эту капсулу внутри. Хотя, честно говоря, в нашем детстве игрушки там были, ну, как может быть тогда казалось, на загляденье. Ну, вот правда, напишите в комментариях, какие игрушки в киндер-сюрпризе были вашими любимыми. Бегемотики, крокодильчики, пингвинчики. Правда, что они в нашем детстве были лучше, чем сейчас? Или это мне одному так кажется, что сейчас какая-то... Просто какая-то фигня. Чего вы что? Какая-то фигня. А бывает, пазл попадается. Из двух картонных кусочков. Зато они развивают, смотри, как нехило. Что с тобой сделать, скажи? Себестоимость вот этой игрушки, ну, вряд ли же 65 рублей. Да удивительно, что компания Феррера, которая делает киндер-сюрпризы, процветает. Еще и детали лишние. Кстати, досмотрите этот ролик до самого конца. Эти шоколадные яйца я тоже вскрою в самом конце ролика и покажу, какие же игрушки продаются и кладутся в них. Может быть, они все-таки намного лучше, чем эта машинка. Хотя машинка, может быть, тоже кому-то нравится. В общем, все узнаем. Сейчас откроем их тут. Раз, два, три, 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 три. Но давайте перейдем ближе к составу и разберем основные ингредиенты. Итак, из чего же сделаны эти киндер-яйца? Молочный шоколад, который сделан из сахара, сухого цельного молока, масла какао, тертого какао, лецитина. Далее, сухое безжильное молоко, сахар, растительные жиры, молочный жир, эмульгатор лецитины, ароматизатор. Из всего этого состава нужно остановиться на нескольких ингредиентах. Первый, конечно, сахар. Некоторых из нас нужно ругать за количество десертов в нашей жизни. Это правда. Но не десерты за сахар. Сухое цельное молоко – это отличный ингредиент. Масло какао и тертое какао – это самые лучшие ингредиенты, которые есть в составе киндер-яйца. И самые ценные, и которых хотелось бы побольше. Но вот здесь есть еще лецитины. И вот на лецитинах как раз-таки стоит остановиться подробнее. Лецитины – это эмульгаторы. Легче не стало, да? Эмульгаторы – это такие вещества, которые помогают смешать то, что смешивается плохо. Например, жирное и жидкое. Ну, масло с водой плохо смешивается, да? Масло, там, жир с молоком тоже смешивается плохо, потому что в молоке много воды. И вот эмульгаторы, они прикрепляются, умеют и к одному прикрепляться, и к другому. И как бы держат их, как Витцин в операции «И» держал Никулина и Маргунова. Вот, как бы, Витцин – это был эмульгатор. Хотя, скорее-то, они его держали, а не он. В общем, лецитины нужны, чтобы ингредиенты молочного шоколада хорошо смешались и стали похожи на однородную сметану. Вообще, лецитины – штука хорошая. Они очень нужны нашему головному мозгу. Еще лецитины очень нужны нашему сердцу и печени. Но, когда лецитинов в организме становится слишком много, то кишечные бактерии нашего организма превращают его в 3-метиламин-эноксид, который ведет к атеросклерозу. Да, это сравнительно недавнее открытие. Пора запоминать. Еще лецитины различаются между собой. И часто их делают из продуктов ГМО, в том числе из генно-модифицированной сои. И хотя на продуктах по-хорошему должны указывать, есть ли в составе ГМО, но когда ГМО в составе сои, из которой сделали лецитины, из лецитина потом сделали что-то еще, то и процент этот невысокий, то вот это уже указывать могут, наверное, не указывать. Разобраться в том, есть ли здесь ГМО-продукты или нет, по этому составу просто невозможно. Это можно сделать только получив документы с самой фабрики и зная, какое сырье они используют. Но раз здесь нету значка ГМО-фри, то можно предположить, что ГМО здесь все-таки есть. Хотя опасность ГМО, конечно, не доказана. Как и безопасность. И даже научный мир и медицинский мир разделился на два больших лагеря, которые спорят, так стоит ли избегать ГМО-продуктов или нет. Но это тема совершенно для другой длинной телевизионной программы и выпуска в YouTube. Если хотите выпуск про ГМО, напишите об этом в комментариях, поставьте лайк этому ролику и разберем все научные работы, которые говорят и за, и против. Информации очень много. Далее идет сухое обезжиренное молоко. Отличный продукт. Дальше сахар. Его мы уже обсудили. А вот дальше растительные жиры. Здесь снова поподробнее. Меня жутко бесит, когда не пишут, какое же именно растительное масло использовано в составе. Что такое растительное масло? Ну их в мире там 40-50 этих растительных масел. Кокосовые, авокадовые, подсолнечные, льняные, кунжутные, какие хотите, виноградных косточек, рапсовое, пальмовое масло, ши, да какие угодно. И они все, оливковое, да, они все отличаются своей пищевой ценностью, разными характеристиками. А тут просто пишут растительные жиры. Ну вот, например, если взять киндер сюрприз, который продается в Италии, на родине этой компании, то там по европейским стандартам растительные жиры написано, а дальше написано масло пальмовое и масло ши. То самое пальмовое, которого в России очень многие и сильно боятся. Да, масло пальмовое, должен сказать, что это масло хорошее, ничем не хуже подсолнечного, еще какого-то. Используется очень активно в дорогих косметических средствах, но если это масло хорошее, большие компании сомневаюсь, что используют плохое техническое масло, о которых трубят из каждого утюга, депутат из сериала «Универ» Кожевникова и прочие. Хотя, конечно, очень много технического плохого пальмового масла, дешевого в Россию, ввозится. И оно в первую очередь тает в очень дешевой кондитерке, во всяких конвертиках, печеньках и затянках целлофаном, которые продаются в супермаркетах по очень дешевой цене и делаются где-то на районе. Вот там пальмовое масло, скорее всего, самое плохое. Эти компании используют, скорее всего, масло получше, но оно здесь однозначно все равно для удешевления и замены дорогого масла какао. То есть, видим пункт растительного масла, понимаем, что компания экономит. Было бы на 3 рубля дороже это яйцо. Компания бы сильно не потеряла. Ну и плюс все рафинированные масла это вред однозначный. И использовать такое в продуктах, которые позиционируются как детские, большим компаниям, как я считаю, очень стыдно. Должно быть стыдно. Далее снова эмульгатор лицетин. Ну и последний пункт это ароматизаторы. Что за ароматизаторы? Какие ароматизаторы? Идентичны и натуральны или нет? Вообще очередная загадка. Снова посмотрим на то, как оформлен состав на яйцах, продающихся в Италии. Здесь и лицетин, честно написано, соевый. И вместо неизвестного ароматизатора указан ванилин. То есть натуральный ванилин. Очень дорогой ингредиент. В общем, вот это абсолютно раздражает. И двойные стандарты, которые применяются к упаковке, мол, в Италии все нужно писать до последнего слова и расшифровывать, а в России, ну, давайте не будем писать. Что именно? Ну, не знаю, ты не знаю. Напишите, что думаете в комментариях. Напишите в комментариях разбор состава, какого продукта вы хотите услышать, узнать, увидеть. И я обязательно это сделаю. Может быть тоже какие-то продукты от компании Ферреро. Например, они еще делают, если кто не знал, Нутеллу. Если кто не знал, они еще делают конфеты Рафаэлло. Ферреро Роше. Это все продукты, которые стоят очень дорого. И состав у них, конечно, за такие деньги хочется ожидать очень хороший и элитный, и отборный. Ну, вот если поставите лайк этому ролику, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот разбор и напишите в комментариях, какой продукт вы хотите, чтобы я разобрал, то я запилю этот ролик с удовольствием, разберем все по косточкам. Вот. Ну, а яйца. Решать вам, давать их своим детям или нет. Это десерт, он сладкий, что уже не очень полезный. Да, в нем есть полезные ингредиенты, но все это, кажется, сводится на нет такими ингредиентами, как но-нейм, растительное масло и совершенно инкогнито ароматизаторы. Это странно. Правда. А еще в Инстаграм я получил очень много сообщений от подписчиков с просьбой как-то прокомментировать информацию, которую вроде бы написала организация под названием Food Watch, которая занимается контролем и расследованиями за нарушениями при производстве разных продуктов питания. Так вот, якобы эта Food Watch написала, что в яйцах киндер-сюрприза нашли токсичные яды. Эта информация даже попала во многие СМИ, в том числе и центральные российские СМИ. Ее ретранслировали, перепостнули. Вот. А хотя оказалось, что на самом деле эти токсичные яды действительно нашли, но вовсе не в киндер-сюрпризах, а в киндер-шоколаде. То есть совершенно другой продукт, который делается на других фабриках даже. И у которого другой состав немножко. Хотя от этого, конечно, не сильно легче. И, соответственно, можно опять же подозревать, что компания Феррера не очень хорошо следит за качеством используемой продукции при производстве десертов, ориентированных на детей. Еще в сети цитируется информация о том, что киндер-яйца были запрещены очень долго в США. Не из-за состава ли опасного? А может быть, в США они теперь делают яйца с другим составом более полезным? Нет. Яйца киндер-сюрприз просто были запрещены в США, потому что там до того, как эти яйца появились на прилавках, были запрещены любые съедобные продукты, внутри которых есть несъедобный продукт. Понимаете, да? То есть, чтобы ребенок не съел что-то съедобное и в попыхах не проглотил что-то несъедобное. Чтобы эта штука не застряла у него в горле. Кстати, именно поэтому поменялась конструкция вот этих боксиков, в которых хранятся игрушки. Раньше в моем детстве они разбирались на две части. Вот этой перемычки, которая держит верхнюю крышечку, не было. Была маленькая часть отдельно и большая, как будто ты разбил прям яйцо. А теперь она разделяется. Именно для того, чтобы в яйце было не три несъедобных фрагмента крышечка, крышечка и игрушечка, а хотя бы два. Вот такой, который теперь соединяется прочной перемычкой, который проглотить очень сложно, когда он в раскрытом состоянии, невозможно практически даже взрослому человеку. И игрушка. Вот. И только когда они переделали вот этот боксик и снабдили яйца дополнительной надписью, и вот здесь поместили рисунок, что детям до трех лет это есть нельзя, вот только тогда эти яйца допустили до продажи на американских прилавках. И вот теперь мы их видим тоже такими и здесь, в России. Итак, я обещал открыть все эти шоколадные яйца и показать, что же за игрушки там сейчас находятся. Вдруг вам захочется знать и показать это своему ребенку, что оно того не стоит, например. Или наоборот, показать или сказать, смотри, как классно. Мы берем вот так вот ниндзю, пакуем его вот сюда. Здесь понятно показываю, понятно объясняю. Получается вот такая игрушка за 65 рублей. Запускаешь ее по столу, и она такая... «Пыбиш!» – избивает змей. Что ж, надеюсь, ответил на все вопросы и вам стало более понятно, покупать эти яйца или поискать другой десерт для себя и своих детей. Посмотрите другие ролики на канале, они тоже очень клевые, открывают глаза на, кажется, такие знакомые вещи. Берегите себя, берегите деньги, берегите здоровье. Продолжение следует... Продолжение следует...